здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас необычная программа я даже сказал фантастически необычная потому что мы будем говорить о том что вроде бы вокруг нас всегда присутствует что если например убрать одну часть населения который называется вегетарианской вся остальная сто процентов и употребляет речь пойдет у нас сегодня о мясной промышленности вот сейчас говорю не обедал и как-то аж слюна чувствую сейчас пойдет говорить мы будем серьезно будем пытаться с вами понять что есть на сегодняшний день мясная промышленность читайте ли вы все то что написано про всевозможных кур про всевозможные мясные варианты обо всем об этом нам сегодня расскажет ирина михайловна чернуха по крайней мере она согласилась может быть приоткрыть какие-то тайны почему потому что она российский ученый в области технологии мясных продуктов академик российской академии наук доктор технических наук профессор она опубликовала более 280 научных трудов получила 10 авторских свидетельств и патентов на изобретение здравствуйте ирина михайловна так это может быть метод исследования ну это может быть какое-то какое-то устройство ну по моему устройству меня нету основном состав меня что такое состав вы берете из состава про получается мясной продукт про вот это очень интересно как вы понимаете мы уже настроились так например ну вот например у нас есть продукт который потенциально обладает лечебными свойствами свойствами значит снижать холестерин и способствует значит профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и мы запатентовали с коллегами учеными состав этого продукта ну впоследствии мы его исследовали исследовали включая клинические испытания и получили очень неплохие результаты это мясной продукт это мисс это продукт на мясной основе на мясной основе вот давайте начнем программа у нас сегодня будет немножечко развенчание мифов потому что мало того что человек разбирается мясной промышленности много лет этим занимается но еще и оказывается выпускает продукты и тут сразу же возникает вопрос сейчас появилось такое понятие мясной продукт раньше как было раньше было легко особенно когда был советский рынок когда ты хочешь сделать по-настоящему ты копишь деньги идешь на рынок и тебе там говядинки свининки вот ты особо даже не разбираешься откуда она появилась и так далее но потом наступили другие времена конечно говядинка и свининка всегда продавалась но она стала просто недосягаемо за колбасу и колбасные изделия дра были даже есть видеозаписи как люди дрались потому что этого всего не было а потом рай настал кругом колбаса одной докторской ты миллион вариантов но есть четкое ощущение что ты вроде ешь колбасу и даже знаешь что тебе кто-то говорили там мясо то нет я был назад как обычно я на заводе был я видел как это делают ты я больше никогда не буду есть эту колбасу так вот возникает вопрос у нас есть мясо она вроде как есть ковядина свинина оленина конина много разных вариантов вот если вы поедете в башки его например там вам предложат попробовать есть мясные продукты многие говорят себе я лучше пойду на рынок куплю мясо не буду есть колбасу колбасе сосисках хоть немножко мясо есть осталось или его уже давно нет разумеется в колбасе и в сосисках вообще в мясных продуктах мясо есть ну как доказать то оказывается это очень просто существует большое количество методов сейчас разработано которые определяют содержание мяса в мясном продукте это все должно быть прописано на бирочки ну это контролируется в случае необходимости это контролируется специальными лабораториями отбираются пробы и проверяется соответствие проблема здесь другом проблема в том что бывают случаи когда например мясо высшего сорта заменяется на мясо с большим содержанием например там сухожилий коллагена а мы этого не заметили мясо то же самое мы да мы в общем не сильно можем это заметить мясо и мясо да вот есть случаи когда предположим говядину могут заменить на какое-то другое мясо ну в том числе например на бедрышки индейки а указывают при этом говядину это не указывает то есть в том случае если это не указывается на этикетке это уже идет фальсификация и в том случае если в составе рецептуры этого ингредиента нет то это тоже фальсификация потому что у нас большое количество продуктов которые сейчас содержат смесь разнообразных видов мяса это может быть говядина свинина птица там индейка в основном вот эти но вот тут важно хочу сейчас давайте мы отдельное мясе поговорим отдельно колпаса колбасных изделиях вот само понятие колбасные изделия его же недавно ввели да как название она подразумевает ну как вот что на насколько я понимаю колбаса когда не было еще таких возможностей это же был продукт который делали люди там не знаю может быть древних времен до брали все из животного как это называется кишка до кишка в нее набивали вот все что есть но в зависимости от того что-то получше то есть сначала хороший кусок туда потом похуже потом уже совсем ливерная потом до колбаса пойдет и это было вкусно мало того мы знаем что такие колбасы но наверное делают и сегодня где только мясо есть и стоимость их какое-то безумное а потом наступает эпоха замещения 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 если мы не говорим сейчас о фальсификации какой должна быть сегодня колбаса насколько она действительно не безопасно еще под предположим себе мы приходим в магазин хороший да да ритейлер там не знаю да и мы знаем что в этом магазине все что на колбасе написано все соответствует действительности другое дело что люди не знают что может быть половина ингредиентов вредные для них правильно нет неправильно неправильно давайте значит практически производитель обязан выпускать продукцию безопасную для здоровья любой может купить любой может купить и если технология соблюдена если технология хранения соблюдена продукт безопасен для здоровья ну естественно если у человека нет аллергии там на какой-то компонент понятно особенности а вот значит это первый момент вся продукция у нас безопасно у нас есть конечно же случай порчень там передержки когда значит не добросовестные там ритейлеры или какие-то еще люди перебивают даты значит сроков годности но мы не берем сейчас и там оберега то что нормально продается поэтому не волнуйтесь все мясные продукты безопасным они создаются они испытываются и их рецептура и технология создан таким образом чтобы не убить вся патогенная микрофлора была значит погибла и в продукте не содержались но какие-то токсичные вещества которые могли бы пагубно влиять на здоровье а вы так теперь второе значит большое количество колбасы разных рецептур разного состава и разные по цене это ответ на что на требования потребителя потому что если мы начинаем опрашивать людей то люди все говорят мы хотим чтобы продукт был здоровый мы хотим чтобы продукт был там содержал много мяса и был недорогим и был нет и нам вот и вот цена стоит где-то я не знаю там шестой седьмой позиции а в результате когда этот человек приходит магазин то цена ну в лучшем случае на втором месте а скорее всего на первом и вот этот вот диссонанс он приводит к тому что у нас появляется большое количество естественно продукции на любой кошелек но вот лежит две докторских колбасы причем иногда даже одной компании одна докторская колбаса и вроде все то же самое написано если не вчитываться в этот полностью весь список от начала до кстати на каждый список тратить сколько времени одна стоит условно там 200 рублей а другая стоит 600 вот в чем разница я не думаю что эти обе колбасы если вчитаться в состав они будут идентичны они различаются конечно же потому что так колбаса которая до сих пор изготавливается по гост стоящему гост в ней фактически в докторской колбасе говядина свинина молоко яйца соль все а в той которая а в той которая другая неважно как она называется по какому документу докторская колбаса по сентябрьски до полюберецки вот так может быть что-то другое там может быть добавлено мясо-мехобвалки это может быть добавлено мясо я вам расскажу сейчас чуть позже может быть добавлена птица не знаю может быть какое-то другое соотношение например свинина и говядина то есть она она другая там может быть добавлено не знаю там соевые белки предположим ну вот да она стоит намного дешевле и она безопасна опять же безопасно да возникает вопрос может быть я ошибаюсь иногда вкус кажется похожим ну конечно же может быть одинаковый вкус у разных ингредиентов нет ну это на мой взгляд это уже профессионализм технолога да то есть с помощью недорогих скажем так ингредиентов создать про добавок которые да давайте еще по добавкам пройдемся потом к мясу уже перейдем второй части мы говорить только о мясе начиная с любимой мною говядины вот добавки что еще добавляется в колбасу соси это вообще все одинаково колбаса сосис сухая колбаса вареная колбаса вы говорите что все это мясо что все это по идее безопасно если не переклеиваю но мы же там читаем продуктом по моему тип а тип в либо значит какие-то еще и добавляются вот это что такое значит ну продукты различные я не хочу сейчас как бы всю эту классификацию вам рассказывать здесь различия по содержанию мяса собственно в продукте процентов да здесь различия в содержаниях добавок да вот это и это значит как бы идентификационный номер добавки причем последнее время ну даже наверное сейчас уже прошла это значит ажиотаж одно время был очень большой значит научный поиск в том чтобы найти добавки которые бы не обозначались как я народ привык что это плохо долго едли покупать а хотя на самом деле в числе я добавок есть там не знаю свекольный концентрат например да то есть совершенно безвредные да они практически все безвредные добавки почему такая компания была что если я не надо брать что это опасно для здоровья было же такая компания я помню она и даже медики там что-то выступали вроде но вы знаете нет дело все в том что представляется это таким образом что в любом случае большое количество добавок разных добавок в одном продукте все-таки это не здорово потому что до конца нет полного понимания как каждая конкретная добавка вот в этом вот в этой смеси друг с другом каждая безаправ Pike месте заудиторию каждый безопасный или например от не 30 натрия он достаточно сложный такой компонент но он обладает очень многим по полезными положительными вернее не полезными а положительными свойствами технологическими положительными свойствами вот но с точки зрения например там здоровье он может если его много то значит лучше как бы не добавлять вот детям например не рекомендуется почему детям не рекомендуется есть колбас или копченые колбасы то потому что много соли нельзя не этим соль сейчас сделаем небольшую паузу а потом много много интересных мясных вопросов потому что у нас в гостях академик российской академии наук ирина чернуха дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог говорим сегодня о мясной промышленности продукции о мясе поговорили о колбасе выяснили прелюбопытную историю что если предположить себе что магазин ничего не переклеивает и до магазина никто не переклеивает ничего на колбасе то оказывается любую колбасу можно есть в зависимости от возраста и от ваших персональных качеств я имею ввиду если вас на что-то аллергия внимательно нужно читать все все состав колбасы например у нас гостях российский ученый области технологии мясных продуктов академика российской академии наук доктор технических наук профессор ирина михайловна чернуха или михайловна а что вообще сегодня относится к мясной промышленности все что имеет мясо нет на мясная промышленность это то что связано с тем как сейчас называется с красным мясом у нас есть птиц перерабатывающая промышленность которая занимается птицы и выращивание и переработкой как бы отдельно да и у нас есть мясная промышленность которая занимается переработкой мяса . красное вино и белое вино в общем да просто это этот термин красное мясо пришел как бы запада у нас не был принят но сейчас мы как-то привыкли вот так делим белое мясо это птица красное мясо это давайте поговорим и о красном и белом еще других версиях может быть мясо хотя не знаю вот медвежье мясо она куда идет в красное да конечно и так начнем с самого простого но свинина которая всегда у нас дешевле чем говядина опять же такой существует но в стандарт что ли не знаю насколько это сейчас работает ну по крайней мере в магазине это видно свинина говядина на сегодняшний день говядина кажется довольно дорогим продуктом это так причем мы знаем например на кавказе до огромный год я бывал там да там огромные стада коров просто нуждаешься говорить на почему-то называется мясо коровы до называется говядина повелось вот огромное количество и когда вы приезжаете например ангушетию ангушетию или чечню то вам прям подают за небольшие в общем-то деньги к огромный кусок мяса даже я в одном ресторане даже с трудом съел это я был просто счастлив потому что я говяжий человек прежде всего при этом начала люди гайка едят говядину потому что это вроде как полезнее чем свинина вот это у нас действительно по-прежнему остается два главных красных мяса из красных мяса до фактически вот пропорции потребления советских времен менялись конечно но это было примерно на 3 каждая треть свинина говядина и птица и остальное там чуть-чуть баранина козлятина там все остальное потом птица очень сильно стала превалировать и даже намного позже когда были внедрены национальный проект птицеводство и когда мы начали развивать собственную птицу и сейчас у нас фактически стопроцентно собственное мы собственный рынок заполняем на сто процентов птицей вот и потребление птицы увеличилось и сейчас как бы несколько снизилась именно за счет того что увеличилось потребление производства и потребление свинины с говядиной хуже говядина сейчас очень активно ну корр и крупный рогатый скот сейчас очень активно развивается но в производстве вот этого мяса говядины был очень большой такой провал но это же понятно да что для того чтобы вырастить птицу вот бройлер от она убой нужно предположим по разному значит там от 40 до там 60 дней для того чтобы вырастить поросенка для доубойной массы нужно где-то от пяти там до 7 месяцев а для того чтобы вырастить быть бочка нужно не меньше года лучше полтора поэтому конечно же кормежка важнее вот да да и и самое главное нужны правильные корма потому что в том случае если корни сбалансирован естественно также как и у человека начинаешь есть все подряд то вместо мышц появляется больше жира да вот поэтому вот в этом трудности были но сейчас говядина производства говядина увеличивается конечно пока не дошло до масса ожидаемых ну или как бы до желаемых есть ощущение что говядина по-прежнему дороже стоит и еще возможно труднее как бы произвести еще наверное то что говядина но у свинина как мне кажется это опять же это уже мои дома проще готовить блюдо из свинины чем из говядины она дольше и нужно готовить там чтобы она получилась такая вот например мы приходим в ресторан вам какой прожарки да и вроде про свинину спрашивают на прокал про говядину могут не угадать да например потому что ну и дольше она готовится чтобы она была в зубах не вязала что называется может быть из-за этого то есть такая особая категория красного мяса говядина нет дело все в том что здесь опять я возвращаюсь к кормушке кормлению породам и кормлению то хорошо давайте сразу же тут поговорим о красном мясе говорим миф вот медведи олени кони ешь мясо по крайней мере тушенку такую продают это действительно мясо которое тоже имеет какие-то технологические так технологическое описание и действительно его можно есть да безусловно есть госты так ну на тушенку точно есть госты вот из конины есть нормативная документация различного вида и госты и технические условия на производство различной продукции копченый вяленый детский консервы делают из конины например очень хорошие очень хорошее мясо очень богато железом абсолютно гипоаллергенно поэтому в принципе очень неплохо для детей на самом деле вот что касается вот таких диких животных здесь достаточно сложно хотя точно так же и кабанятину в общем перерабатывают медвежатину как но оленину намного больше потому что ли оленина все-таки и выпасается у нас есть медвежатину то это же охотно дармаем как поймаем вот но здесь безопасно медвежатину говорят что уж питается медведь там чем-то ну свинья тоже всем питается на самом деле но дело в том что здесь же есть ветеринарные службы которые каждое значит такое животное обследовать вот лишь охотник который пошел убил тихонечко принес никому не сказал такой вариант мы не рассматриваем нет но если он пошел тихонечко убил и дома съел но это его риски а если это значит хотя бы как вот если это где-то в хозяйстве там есть ветеринар который смотрит обязательно состояние животного смотрит внутренности смотрит печень на наличие значит гельминтов ну и просто вот я много езжу по стране приезжаешь да например туда же в сторону петропавловска камчатского где вот много разных животных и там прямо на рынке всякие колбасы тебе такая сякая именно на рынке то есть мы предполагаем что это проверенная продукция и кстати в москве здесь проходят у нас всякие там новогодний фестиваль то можно оленину купить как безумная цена правда колбаса из оленины но если это официальное мероприятие то это во первых проверено во вторых вы всегда можете спросить у продавца свидетельство ветеринарное и поверите ну нет но если мы не будем верить документам я не можем проверить я конечно же сомневайтесь не покупайте ну то есть есть технология по которой изготавливается колбаса в том числе из оленины до из и с теми режимами которые обеспечивают безопасный продукт хорошо следующий вопрос конечно же не могу не поговорить с вами о гостах пока на мясе там дальше мясе птицы будем завершать потому что она у нас тоже без него никуда вот госты мы видим что опять же возвращаясь дотают докторской колбасе примерно это началось по моему в двухтысячных годах когда вдруг вспомнили что в советское время были госты какие-то они были всегда вот и начали везде печатать не просто колбаса огромные буквы иногда больше чем само название гост чтобы убедить тебя в том что это сделано по госту и есть т.у. тех как технические технические условия и начинают люди в разных телепрограммах рассказывать вот то что по госту это как бы вот сто процентов правильно и здесь можете совсем не сомневаться а вот технические условия это как бы уже гуляющая такая история вот расскажите нам что такое мясной гост и что такое мясное т.у. тем более что эти вещи прописаны на очень многих мясных продукт ну мы все знаем что во времена эссер у нас были только госты и согласно этим гостам производилась вся продукция ну неважно в том числе мясная затем было разрешено предприятиям выпускать свою документацию выпускать продукт по своей документации и они указывали технические условия значит если на продукте стоит гост это означает что производитель обязан следовать этому госту сейчас к сожалению вырабатывать только по гост у нас не обязательно да то есть у нас госты не обязательно может следовать если производитель выбрал такую для себя стратегию что он вырабатывает продукцию по госту он обязан естественно следовать этому госту и прописывать этот гост у себя на продукцию этикетки то есть на этикетке гост написано это гост этот раз это густо да и это контролируется очень четко потому что гост и это держатель госта это государство гост и у нас фактически ну будем говорить в открытом доступе с любой может его прочитать и в принципе если какая-то лаборатория контролирует этот продукт она знает где взять значит как бы объект сравнения до брали нас понимает где написано из чего это сделано и какие параметры у этого продукта должны быть стоу несколько сложнее потому что то считается естественно значит интеллектуальной собственностью производителя и они могут не предоставлять то есть они могут предоставлять какой-то предположим часть информации до информацию или просто сказать вот то что у нас написано на этикетке значит вот вы пожалуйста проверяйтесь на соответствие составу на этикетке вот поэтому это такое лазейка мне кажется но вы знаете справедливости ради надо сказать что огромное количество продуктов выпускаемых пт-у очень хорошие продукты и я тут как человек который любит мясо скажу что иногда маленький кусочек мяса может просто поднять настроение сделать твой день это лучшее доказательство спасибо вам большое мы надеемся на то что все что сегодня прозвучало кого-то может быть даже успокоит пойдете с магазин и купить себе колбасы хорошо спасибо большое российские ученые в области технологии мясных продуктов академик российской академии наук доктор технических наук профессор ирина михайловна чернуха очень мало у нас было времени но мы постарались такие основные мифы может быть развеять но а выбор делаете всегда вы сами и знаете где вы покупаете мясо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания